ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты уверен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуй. Привет. Я, наверное, в квартире ошиблась. Давайте я вам помогу. Уголовуешься? Да нет, я лучше сама. Спасибо. Илюшка, кто там? А откуда у вас цветочки? Это все с моей дачи. Понятно. Будете покупать? Нет, нет, спасибо. Какие красивые. Вы их сами выращиваете? Сама, все сама. Сколько стоит? 150 рублей. Вот этот букетик, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Спасибо. А с дачи? Спасибо. Не надо. Дорогой, хороший мой, забери. Спаси меня. Я стану ручной, крошечной. Как смешной ключик к твоему стальному замку. Меня что-то в груди тревожит и бьет по каждому позвонку. Лиська, опять в облаках витаешь. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ба, да тут просто цветник какой-то. А вот этот цветок самый красивый. Чем я могу вам помочь? Я хочу купить красивый большой дом. Так сказать, собираюсь ввить родовое гнездо. У вас есть какие-нибудь пожелания? Особых нет, но хотелось бы недалеко от города, в красивом месте. Вот, что мы можем вам предложить. Так много вариантов. А какой дом понравился бы вам? Мне? Даже не знаю. Ну, вот этот кажется очень уютным. Да, мне тоже нравится. Завтра часов в 12 вы сможете его показать? Конечно. Свяжу вас с менеджером. Нет. Я хотел бы, чтобы именно вы его показали. У вас есть вкус. Хорошо. Тогда в 12 часов буду ждать вас там. Прекрасно. До свидания, девушки. До свидания. До свидания. До свидания. Интересный мужчина. И машина у него приличная. Не на тебя он запал. Ну, что за глупости? Человек просто хочет купить дом. Святая простота. Один дом ему показала, второй, третий, а дома хозяйкой стала. Оль, ну какой еще хозяйкой? Милая моя, мужиков ловить надо. Они с неба не падают. Ну, они же не яблоки, чтобы с неба падать. А я жду одного. И на всю жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ну, я смотрю, твой верный Паша себе не изменяет. Пока. Привет. Покатаемся? Ну, программа у тебя, скажем честно, неразнообразная. Хочешь, можем по парку погулять? Погода шепчет. Свежий воздух полезен для здоровья. Ну, пусть будет свежий воздух. А потом в твое любимое кафе. Капучино, пирожные. Все-все уговорил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хожу в твоем офисе, как на работу. Ну, можешь не ходить. А если я не могу не ходить? Да, Ань, ну, опять ты за старое. Ну, поженимся мы. Ну, и что? Дом – работа. Работа – дом. Серые будни. Ну, пойми, ты мой самый близкий друг. Я тебя с детства знаю. Ну, а любовь – это же взрыв, искры. Это же голова кругом. Взрыв. Понимаешь? Искры. Я вот все равно знаю, что ты за меня замуж выйдешь. Да, Ань, ну, я все равно тебя люблю. Только как самого хорошего, самого лучшего друга. Понимаешь ты это? Я все понимаю. Пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Через три цветофора повернете налево. Там увидите. Понял. Понял. Спасибо. Всего. Налево. Девушка, давайте помогу. Что же вы… Ой, спасибо большое. Вот накупила подарков, теперь поднять не могу. Подарков. Ничего себе. Подарков. Ксюша, стоило мне опоздать на пять минут, ты уже кавалера себе нашла. Уже не могу свою жену одну оставить, а? Да вот девушке я решил помочь. Чемодан тяжелый. Спасибо за помощь. Дальше я сам. Удачи. Ой, и вам всех благ. Добрый день. Здравствуйте. Ба, да это просто дворец. Не хватает только принцессы. Дом очень уютный. Два этажа. Гараж. Большой участок. Давайте войдем. Дом продается с мебелью. Но если вам не нравится, то мы вывезем все бесплатно. Тут ничего. Может, посмотрим спальню? Спальня находится на втором этаже. Предлагаю начать с кухни. Может, приготовим кофе? К сожалению, пока дом не ваш, мы не можем здесь ничего готовить. Значит, нужно сделать так, чтобы он стал нашим? Кухня очень просторная, светлая. Скажите, если бы вы были хозяйкой, вам бы понравилась такая кухня? Мое мнение не так важно. Главное, чтобы было комфортно вам и вашей хозяйке. Да нет у меня никого. Там, где я жил последние пять лет, ни одна хозяйка бы не выдержала. Вот куплю дом, может, появится. Хотите совет? Валейте. Если будете так напористо знакомиться, она еще долго не появится. Вы не только красивая, но и умная. Замужем? Это к делу не относится. Значит, нет. Скажите хотя бы, у меня есть шанс? Конечно. Но не со мной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Для меня номер забронирован. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, ваш ключ. Завтрак с 7 до 9. И заполните карточку гостя сами, пожалуйста. Возьмем. Хорошо. Один момент. Зина, а скажите, пожалуйста, где здесь поблизости есть отличное кафе позавтракать? Вниз по улице есть кофейня. Там как раз отличные завтраки. Вы меня спасли от голодной смерти. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо, что подвезли. Вы уверены, что не хотите поужинать? Нет, спасибо. У меня здесь запланирована встреча с другом. Завидуй другу. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Добрый день. Вам, как обычно, йогурт и твоё пирожное? Да, спасибо. И капучино, пожалуйста. Да, хорошо. Спасибо. Ваш капучино. Спасибо. Я ужасно извиняюсь, но йогурт и твоё пирожное закончилось буквально пару минут назад. Жаль. Может, закажете что-то еще? Я подумала. Хорошо. Спасибо. Ну, что ж. Прошу, угощайтесь. Извините. Мне кажется, это я украл ваше пирожное. Ну, что бы, не стоило. Угощайтесь, угощайтесь. Я же вижу, вам хочется. Приятного аппетита. Спасибо. Что вы делаете? Ем пирожное. Мне показалось, вы отдали его мне. Ну, мне же интересно знать, чем оно так вас зацепило. Никогда не ела пирожное с незнакомцем. Так давайте познакомимся. Константин. Олесь. Очень приятно. Вы не местный, да? Вы правы. Я юрист, приехал из Москвы. По одному делу. А вы чем занимаетесь? Ничем особенным. Дома продаю. Ну, что ж, тоже интересно. Не так, как у вас. У вас, наверное, каждое дело удивительно. Расскажите. Я бы с удовольствием, но... Подписали бумагу, а не разглашение. Я вам все расскажу, но при одном условии. Если вы согласитесь с самой положенной. Здравствуйте. Понравился мне тот дом. Вот пришел подписывать документы. Поздравляю с покупкой. Ага. Что-то вы не радостный. Обычно у нас после покупки все счастливые уходят. Да я так, бумажные волоки-то пугают. Так давайте я вам помогу. А мы можем обсудить это предложение в неформальной обстановке? Я не против. Когда? Сегодня вечером в восемь. Ресторан «Лиловый убор» устроит? Устроит. Если не шутите. В таких вопросах я никогда не шучу. Сегодня в восемь. Договорились? Договорились. Ваши документы. До свидания, девушки. До свидания. Опаньки. А жизнь-то налаживается. Желаю, чтобы все у вас сложилось. Ну, ты даешь. А как же твои разговоры о том, что любовь планировать нельзя, и она приходит внезапно? Всякое в жизни случается. Подруга, ты что, влюбилась? Да, погодка. Привет. Привет. Слушай, ну, твой прям как дрессированный. Не надо о нем так. Ну, извините. Даня, привет. Привет. Дань, ну, это и правда как на дежурстве. Что поделать, если прогулка с тобой? Мое любимое время дня. Не пойдем сегодня гулять. Я домой хочу. Хорошо. Тогда я тебя провожу. Пошли? Угу. Затем 220 mas謝謝. Поехали. Началось. Вот так да. Это уже и я. Получается гулять на kitchen. И 8 минут 3 минуты есть подготовки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да. Привет. Да все в порядке. Да, я понял. Как у вас дела? Отсутствие плохих новостей – это уже хорошо. Ну, все, мы дома. Отдай сумку. Дань, как детский сад, честное слово, ну отдай. А, детский сад? А, ну отдай. Я не отдам. Ну, отдай, ну отдай. Олеся, ты что творишь? Привет, мам. Привет. Здрасьте, Наталья Сергеевна. Здравствуй, Даня. Зайдешь к нам на чай? Олеся, давай, приглашай кавалера. Мам. Что, мам? Держать человека на улице – это невежливо. Данечка, помоги мне, пожалуйста, пакеты донести. Давайте я вам дверь открою. Давай. Ой, спасибо. Ну, извините, тортик магазинный, но вкусный. Если б я знала, Олесе, что ты такого гостя пригласишь, я б сама испекла. Мам. Даня. Говори, тост. Я хочу выпить за самую красивую, самую умную, нежную, за самую лучшую девушку, за вашу дочь, Олесю. Ой, спасибо. Матери приятно, когда про ее дочку такое говорят. Даня, мам. Извините, что порчу вам праздник, но у меня что-то голова разболелась. Я пойду прилягу. Давай я в аптеку сбегаю. Лисенок, что случилось? Да все нормально. Просто на работе устала. Ну, Даня, извини, что так получилось. Да, я все понимаю. Я, пожалуй, тоже пойду. Ну, ты хоть вино допей. Да, как-то расхотелось. Спасибо. Что-то ты не выглядишь больной. Даня. Притворилась? Мам, ну а что я должна была делать? Ты меня за Даню уже откровенно сватаешь. Даня хороший парень. Любит тебя. Выходи за него. Началось. Не повторяй моих ошибок. Я вон влюбилась без ума в твоего папашу. Потом всю жизнь растила тебя одна. Я эту историю уже тысячу раз слышала. Ну, не повезло тебе. Ну, что я должна от своей любви из-за этого отказываться? А что значит отказываться? Ты что ли встретила кого? Так и есть. И кто он такой? Мам, я тебе потом все расскажу. Олеся, мама, потом. Это тебе. Какие красивые. Мои любимые. Я рад, что угадал. Я так часто ходила мимо этого места, но никогда здесь не была. Я очень счастлив, что ты в первый раз оказалась здесь со мной. Расскажи подробней. А почему ты сюда приехал? Ты сказал, у тебя здесь какое-то дело? Ну, почти. Я приехал на ваш комбинат, проинспектировать юроделу. Там кто-то не очень добросовестно работает. Решил понять, кто. Ух ты, здорово! Почти как детектив. Да, сплошная бумажная волокита. Я тебя понимаю. У нас на работе я тоже целыми днями с бумажками разбираюсь. У нас вообще очень похожие профессии. Ты заключаешь сделки. Я слежу, чтобы все было в рамках закона. Уверен, что если мы узнаем друг другу получше, то, что у нас будет очень много общего. Мне тоже так кажется. Мне с тобой так легко. Не будет наглым с моей стороны, если я попрошу тебя показать мне город. Да у нас особо нечего посмотреть. Хотя нет, есть одно место. Во многих городах исторические центры разрушены. А у нас сохранился. Вот и я хочу увидеть все эти места самым очаровательным экскурсалом. А вот и наш центр. В основном все улицы снесли, а эту оставили. Здесь раньше жили купцы. Поэтому дома невысокие, из красного кирпича. И каждый из них украшен по-особенному. Люблю маленькие городишки. В них какая-то особая атмосфера. Время как будто останавливается. А это что за красивый дом такой? Здесь раньше жил губернатор. Ух ты, все знаешь. Надо было на исторический поступать. Угадал. Но на истфак я так и не поступила. Подумала, что не судьба. И пошла работать. За свою мечту надо бороться. Я знаю. Может, духу не хватило. Или поддержки. Люблю этот город. В нем, может быть, нет ничего необычного. Но я здесь выросла. Знаю, каждый закоулок. А больше всего мне нравится бродить по улочкам и мечтать. Смотри, как роща зеленеет, валящим солнцем обдана. И в ней какой негой веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями. Дерев, поим их родником. Там, где обвеянный их мглами, он шепчет в сумраке немом. Тоже любишь течево? Обожаю. Волшебный город. И ты волшебный. А вот это как тебе? Ништяк. В принципе, если до конца месяца без выходных поработать, то я Аркадий Петрович на отбавку обещал. Слушай, не понимаю я тебя, Данила, неужели свободных девушек мало? Ну, свободных, может, и много. Не только мне, Алиська, может. А ты ей нужен, не забыл спросить? Вот и узнаем. Он раньше на севере работал. Что-то с газом связан. Такой щедрый. И вот подарки мне дарят. Свидание следующее уже назначили? Конечно. Попросил помочь ему с обустройством дома. Мебель новую подобрать, шторы повесить. В общем, дел полно. Так дом же с мебелью продается. Ну, а я ему объяснила, что в новом доме должна быть новая мебель. Правильно. Ну, а он согласился. Как его хоть зовут? Сергей. Сергей. Имя красивое. Красивое, красивое. Давай только без стихов по этому поводу. Ну, как скажете. Я за тебя очень голодан. Ой, спасибо. Девчонки так счастливы. Пусть у нас у всех наконец-то наладится личная жизнь. Да, это точно. Олеся, ты куда пропала? Второй день на звонки не отвечаешь. Занята была. А сегодня? А сегодня, представляешь, у меня тоже дела. Что за дела у тебя вдруг появились? Не было ничего и вдруг появились. У тебя какая разница? Почему я должна отчитываться? Ну, мы же с тобой. Что мы с тобой? У нас с тобой никогда ничего не было. Ну, может, будет? Да, Ань. Ну, сколько раз тебе можно объяснять? Никогда у нас с тобой ничего не будет. Отстань уже от меня и живи своей жизнью. Олеся, ну ты чего? Как я рад тебя видеть. Весь день о тебе думал. Я тоже о тебе думала. Спасибо. Ну, пойдем. Надеюсь, тебе понравится. Люблю сюрпризы. Олесь! Не познакомишься со своим другом? Познакомьтесь. Это мой друг детства Даня. Константин. Что делаете здесь? Догуляем просто, местечко красивое. Так вот, значит, какие у тебя дела. А если я сейчас твоим делам по Мордина даю? Молодой человек, а в чем дело? Вы, собственно, кто? Я парень ее. Ясно? Даня, успокойся. Да я спокоен. Как танк. Фиксирую просто. Со мной ты гулять не хочешь, а с этим пожалуйста. Посмотрим, как он погуляет, когда я ноги переломаю. Можно тебе на минуточку? Извини. Даня, я тебя умоляю, не устраивайся, Сэм. И вообще-то мне не муж, чтобы указывать. Конечно. Мы же с тобой чужие люди. Пойду-ка я тоже погуляю. Всем привет! Дышите глубже. Прости, что так вышло. Мы с ним со школы знакомы. Он с седьмого класса за мной портфель носил. Вот и считает меня почти своей собственностью. Да, как в романе. Классический любовный треугольник. Не переживай, все образуйся. Пойдем? Не хочу больше гулять. Проводи меня, пожалуйста, домой. Стихи-то мои понравились? Очень. А здесь я и живу. Зайдешь ко мне в гости? Мама сегодня на даче осталась. С удовольствием. Да? Тогда пойдем. Доченька, можно водички еще, пожалуйста? Да. Мне пиво. Хорошо. Спасибо. Извините, а здесь свободно? Садитесь, я не против. А почему вы здесь один? Ну, вы же тоже одна, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. За знакомство? За знакомство. А меня, кстати, Женя зовут. Данил. И все-таки, почему же вы здесь скучаете один, Данила? М? Да так. Поругался с одной знакомой. Спасибо. Ну, мне кажется, когда рожатся старое знакомство, время заводить новое. Вы так не думаете? Я так. Думаю. Думаю. Доброе утро. Доброе. Это была лучшая ночь в моей жизни. И для меня? Мне кажется, я все сильнее влюбляюсь в тебя, лисенок. Как ты меня назвал? Лисенок. Мой маленький, нежный лисенок. Меня так мама иногда называет. Мне кажется, ты знаешь меня. Как такое может быть? Мы просто созданы друг для друга. Мама вернулась. Очень хорошо. Как раз познакомимся. Ты не понимаешь, она у меня старомодная. Будет скандал. Что мы, как школьники? Ей-богу. Так правда, будет лучше. Бальто. Все. Пока. О! Привет, доченька. Привет. Соскучилась по тебе. И я по тебе, мам. Как ты тут? Интересно. И кто это забыл у нас свои часы? Ты? Может, ты наконец расскажешь о своем ухажере? Хорошо. Его зовут Костя. Он юрист. Из Москвы. И ты привела его домой. А что скажут люди? Мы любим друг друга. Ой, Олетька. Какая ты у меня наивная. Я знаю этих командировочных. Они все благородные, галантные. Пока хотят гулять с кем-то. Ты его совсем не знаешь. Не нравится мне это все. А как же Данила? Давай не будем о нем. Он за нами следил. Сцену устроил. А может и правильно, что устроил? Мам. Он надежный. Он всегда поддержит. Сможет семью обеспечить. У нее руки золотые. Ты, конечно, решай сама. Но мой тебе совет. Мам. Все. Молчу. На, держи. Молчу. Девчонки, а мы с Сергеем скоро в Таиланд поедем. Молодец ты, Олька. Прешь, как танк. Ну, а как еще? У нас что по статистике? Мужков меньше, чем баб. Ну, значит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Скажи вам, мужик он классный. С ними соскучишься. Здрасте. Мне нужна Леся Виноградова. Это я. Это для вас. А, нет, все оплачено. Держите. Спасибо. И вот здесь распишитесь. Вот здесь. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Опаньки, это что за номер? Твой Паш свои извинения прислал? За что? Ну, я думаю, ты сама знаешь, за что. Что случилось? Паш загулял. Да ладно. Я сама вчера видела, когда из спортзала возвращалась, он шел с какой-то креветкой из бара. Она на нем висла, а он ее целовал. Да ладно, быть такого не может. Я сама видела. Креветка? Да. Девочки милые, у меня нет Романа с Даней. Он просто друг детства. Поэтому волен делать все то, что он хочет. Хорошо. А цветы тогда от кого? Случайно познакомились. Он к нам на комбинат приехал в командировку. И откуда же он приехал? Из Москвы. М-м-м, наша Тихоня в Москву намылилась. Сама ты намылилась. А он мне с ним так хорошо. Он умный, начитанный. Ты правильно. Встретила своего принца, уедешь с ним в Москву, выберешься из этого болота. Просто мне с ним так легко. М-м, наша Тихоня влюбилась. Ну, все началось. Ладно, пока нет посетителей, сбегаю и выпью кофе. Беги-беги. Кажется, у меня депрессия начинается. С чего это вдруг? Лен. Лен, что случилось? Лен. Здравствуйте. Чем могу помочь? Слушай, Саш, тут такое дело. Водила я. Меня попросили одного командировочного забрать, а когда адрес говорили, я со своей по СМС-кам ругался. Помню только, зовут его Константин. Такой, лет сорок, брюнет кудрявый. Извините, мы сведения проживающих не разглашаем. А ты и не разглашай. Просто скажи, есть такое или нет. Если да, я у входа буду хоть всю ночь дежурить. Рано или поздно же он выйдет. Я не могу. Узнают, уволят. Да кто узнает-то? А если я его не найду, меня уволят. Итак, начальство не на хорошем счету. Что? Раздолбай, говорят. Ладно, сейчас посмотрю. Сорокалетних Константинов у нас нет. Понял. Спасибо. 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 Оль, завидую я вам с Олеськой белой завистью. У тебя вот Сергей появился. Олеська своего принца нашла. А я все никак. Вроде и не страшная, и не глупая. Мужика все нет и нет. Лен, ну я сколько раз тебе говорила? Миллион раз. Обрати внимание на нашего начальника. Нормальный мужик. Не женат, зарабатывает. Это только ты как танк можешь. Я одна, что ли, у нас в коллективе с мозгами? Ты что думаешь, он просто так тебя своим замом сделал? Отпуск сначала тоже летом. Кому? Тебе. Ты глазки свои раскрой. Ну раскрыла, что дальше? Здравствуйте, Иван Иванович. Очень нужно подписать документы. Подпишите, пожалуйста, вот тут. Ну, и все. Здравствуйте, дорогие дамы. Здравствуйте. А что же, мы не работаем? У нас обед, мы в кафе собирались. А, ну да-да-да. А может, тогда и мне что-нибудь захватите? А то я с утра по делам мотаюсь. Да, конечно. Ага. До свидания. Ну? Мысли материализуются? Он старый. Не старый, а опытный. Давай, вперед за булочка для шаха. Зинка, привет. Вот это повезло мне. Какие люди, привет. А ты чего здесь? Ты же вроде в магазине работала. Так это когда было? Я уже давно здесь. Деньги те же, а работы меньше. Нам где бы не работать, лишь бы не работать. Надо интересоваться жизнью одноклассников. Надо. А ты чего тут? Да, перца одного еще. Командировочные, колески к линии подбивают. Можешь там у себя глянуть? Нет у вас здесь такого. Что-то ты делал без меня. Зовут его как? Да у меня информации-то немного. Зовут Константин, приехал неделю назад в командировку. Не густо. Поищем. Так. Константин. Неделю назад. Так, а лет ему сколько? На прошлой неделе два Константина приехала. Да, лет сорок. Так, сорок лет. Ага, тогда вот этот подходит. Девять дней назад приехал из Москвы. Только он не командировочный, а он сам по себе. Я так и думал. Мутный тип какой-то. Слушай, надо бы как-нибудь встречу одноклассников организовать. Вот, я тоже думала. В следующем году будет юбилей школы, и как раз надо какую-нибудь встречу организовать. Ты и займись. Ты ж была в школе активисткой. Лучше это никто не сделает. Зиночка, спасибо тебе большое. Не обижать надо. Пока. Давай, пока. Как удивительно гулять по местам, где бывал твой любимый поэт. Да, Тютчев любил эту усадьбу. Часто сюда заезжал. Представляешь, местные жители не знают этих подробностей. И что ты там делала? Я там по лесу бегала. Летом. По лесу? Да. Альтернатива, индульгенция. Мне так нужно с тобой еще остаться. Это не я, а мое сердце. А ты знаешь, здесь есть отсылка к Ахматовой? Нет. Не знаешь? Это, конечно, копия, но все же. Кленовые листы На пруд слетают лебедины И окровавлены кусты Неспешно зреющей рябины И ослепительно стройна Поджав незябнущие ноги На камне северном она Сидит и смотрит на дороге Ты удивительный, начитанный. Хочу быть с тобой каждую секундочку Я тоже Лисенок, мне надо будет в Москву вернуться на пару недель Будешь меня ждать? Конечно Да Да И я тебя Как там Константин? Когда вернется? Уже скоро Еще пару деньков осталось Я так по нему соскучилась Вот где это видано? На три недели уехать? Я этого не понимаю Мам, у него же работа Он звонит каждый день Рыбка, твоя любимая Лисенок? Все в порядке? Да, на работе сегодня суши заказывали Наверное, имя отравилось Пойди полежи Я лекарства куплю Да я лучше сама Заодно прогуляюсь Здравствуйте Добрый день Можно тест на веленность? Да, секунду Спасибо Спасибо Лесенька, иди завтракай, сырники остынут Нет, мамочка, спасибо Я на работу опаздываю Как это? Только полвосьмого Иван Иванович сегодня попросил пораньше собраться на летучку Ну а для кого я все это готовила? Мамочка, я с удовольствием съем твои чудесные сырники на ужин Ну, приятно Редактор-какер Экзис Мамочка 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, поздравляю, вы скоро станете мамой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это точно, вы уверены, на сто процентов? Абсолютно. Вы уже на пятой неделе. И на УЗИ прекрасно видно вашего малыша. Так, вот вам направление на учет в женскую консультацию. А теперь идите домой и обрадуйте мужа. Я не замужем. Извините. Ну, во всяком случае, нужно обязательно встать на учет. Это важно и для вашего здоровья, и для здоровья ребенка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Спасибо. Всего хорошего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А как вам вот этот вариант? Вы же мне его уже показывали. Я сказала, что мало света. Вы что, не помните? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот здесь есть фотографии. Вы можете выбрать любой понравившийся вам материал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит так. Я не собираюсь мотаться по всей области непонятно зачем. Я зайду к вам завтра. Я надеюсь, что вы подготовитесь получше. Я же объяснила, что мне нужно. Вот стерва все нервы вытрепала. Может, в бар после работы? Олесь, ты с нами? Нет, я пас. Да и пить я не могу. Ты что, Беременов, что ли? Попоньки давно? Пятая неделя. А Константин знает уже? Нет еще. Я боюсь. А вдруг он не захочет этого ребенка? Тогда сразу поймешь, что ты не мужик, а трус. Согласна. Вон, пойду поговорю с ним. Только личному сообщи, чтобы в глаза смотреть. Аля, Лисенок, привет. Что случилось? Ты мне звонила? Да, мне нужно кое-что тебе рассказать. У тебя все в порядке? Не пугай меня. Со мной все хорошо. Ну, тогда в чем дело? Кость, ты любишь меня? Конечно, люблю. Больше всех на свете. Ты можешь сегодня приехать? А ты можешь просто сказать что-то? В чем дело? Нет, я не могу так. Приезжай, пожалуйста, сегодня. Я все тебе расскажу. Хорошо. Я беру билет на ближайший автобус и поздно вечером буду у тебя. Я тебя люблю. Я тебя. Лисенок, а ты чего так рано? Ты не заболела? Нет. Просто девчонки сегодня пораньше с работы отпустили. А у нас есть что-нибудь вкусненькое? А чего бы ты хотела? Не знаю. Сырники еще остались? Конечно. Что-то не хочется. Мутит. Да что с тобой такое? Утром не поела, теперь мутит. Мамочка, сядь, пожалуйста. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что случилось? Мам. Я беременна. Беременна? Прости, пожалуйста, доченька, за вопросы. А кто? Что? Константин. А ты уже ему сказала? Нет еще. Он сегодня должен приехать. Хочу сообщить ему лично. М-м-м-м. М-м-м. Я была самая-самая счастливая! М-м-м. М-м. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Эй, командировочный, я тебя предупреждал? Будешь к ней клиня подбивать, тебе мало не покажется. Ты же никакой не командировочный, работы у тебя здесь нет. Ты зачем сюда приехал? Голову ей морочите? Я люблю Олесю, а Олеся любит меня. Нет, это я ее люблю. И в обиду ее не дам. А ты, если прямо сейчас мне не расскажешь, что ты сюда приперся, я прямо здесь оторву твою башку. Ну, во-первых, это не ваше дело. Да, я действительно приехал сюда секретно, изучаю дело клиента. И не хочу, чтобы конкуренты узнали, что он нанял меня в качестве юриста. А во-вторых, мы с Олесей как-нибудь сами разберемся без вашей помощи. Я ни одному твоему слову не верю. Вали-ка ты назад в свою Москву. Хочешь подраться, давай. Только сам ей объяснишь, зачем ты это сделал. Спасибо. 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 Привет. Какие красивые. Я так по тебе скучала, любимый. Я тоже по тебе соскучился. Приехал так быстро, как смог. Заходи скорее. Будем ужинать. Спасибо, лисенок. Ужин был восхитительный. Я старалась. Ты хотел что-то сказать. Я весь день об этом думаю. Кость, мы с тобой не так давно друг друга знаем, но это было самое счастливое время за всю мою жизнь. Для меня тоже любимое. Это неожиданно, но уже как есть. Я беременна. Это точно? Да. Я была у врача. Уже пятая неделя. Ты не рад? Что ты… Да это самая лучшая новость, которой, может быть, я поверить не могу. У нас малыш будет. Я тоже. Я так счастлива. Олеся, у меня нет с собой кольца. Но я должен спросить. Ты будешь моей женой? Да. Ой, а ты завтра к нам зайдешь познакомиться с мамой? Конечно, зайду. Не переживай, не переживай. Мамочка, доброе утро. Доброе утро, лисенок. Опа, лисенок, привет. Костя. Так, это тебе. Спасибо. Так, на, подержи, аккуратней, шипы. Костя. Здравствуйте, Аталия Сергеевна. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Дома уже все вазы закончились. Это вам спасибо, что доверили мне руку вашей дочери. Руку? Ну, к сожалению, когда вчера Олеся сказала, про ребенка у меня не нашлось кольца, сейчас мы это исправим. Вот. Наталья Сергеевна, официально прошу у вас руки вашей дочери. Обещаю заботиться о ней, поддерживать ее. До конца моих дней. Будьте счастливы, дорогие мои. Спасибо. Знала бы, шампанское бы купила. Мамочка, давай накормим Костю завтраком, а я потом на работу побегу. Завтраком можно. Проходите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Входимся. Прекрасно. Так, сейчас еще кадрик. На меня смотрим. На Пучко. Супер. На него. Отлично. Олесь, ты что, замуж за него собралась? Зря. Мутный он тип какой-то. Дань, сказала же, если еще услышу хоть одно плохое слово про Константина, больше не буду с тобой общаться. Ну, ты ж доверчивая такая. Тебя ни на минуту нельзя оставить, а я за тебя отвечаю. С чего бы? Ну, как? Мы ж с детства вместе. Дань, мы с тобой друзья. И только ими всегда и были. Не надо больше за меня отвечать. Обо мне есть кому позаботиться. Да зачем он тебе? По матросе ты бросит. Он мне предложение сделал. И мы вместе будем воспитывать нашего ребенка. Я люблю его. А он любит меня. Да ты же даже его не знаешь. Ты даже дома у него не была. Божечки. Да это потому, что он в Москве живет. Мы сыграем свадьбу и поедем туда сразу. Я знаю о нем все, что нужно знать. Улыбнись. Так, 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 так. Ой, давайте еще на так. На меня, на меня, на меня. Вот. Так, на него смотри. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Но помнём она продолжаем За relie burn Подbare Nuevo Врёт Потому что любит И Серёга тоже говорит Что я по утрам прекрасно убежу Мы хотим на природе отметить Много гостей позвать Костя говорит, что все Подготовки требует Москва же А я не тороплюсь Эх, жаль, три свадьбы вместе не сыграем. Да, Москва тоже неплохо. Что за три свадьбы? Аленка вчера с Иваном Ивановичем кофе пыла. Это уже почти свадьба. Здравствуйте. Алина Градова? Да, заходите. Это для вас. Спасибо. Всего доброго. До свидания. О, как! Меня уже цветами встречают. Это от Кости. Ох, и балует он тебя. Завтра Костя приедет. Я так соскучилась по нему. Как я рада за тебя, доченька. Ты счастлива? Он чудесный. Я даже сама не могу повинять в своё счастье. Предложение сделал, значит, порядочный. Только Даньку жалко. Ну, а что его жалеть-то? У него всё хорошо. Да он влюблён к тебя, бедный. Такой хороший, такой надёжный. Я всегда думала, что вы поженитесь. Ну, я его не люблю. Я Костю люблю. Да знаю я, лисёнок. По мне, так главное, чтобы ты была счастлива. И ребёнок здоров. Мамочка, давай больше не будем говорить про Даню. Как скажешь. Здравствуйте, Зина. Здравствуйте. Чем могу помочь? Я снова к вам. Для меня забронирован номер. И карточку гостя заполнить? Как всегда. Алло, Дань. Тут ухажёр твоей Олески приехал. Ага, только что в номер прошёл. Я хочу тебе кое-что сказать. У моей мамы было опасное генетическое заболевание. Синдром Швахмана-Даймонда. У меня этих генов нет, но оно может проявиться через поколение. И это может быть у нашего малыша? Вероятность маленькая, но на всякий случай лучше проверить. Почему ты мне раньше не сказал? Анализ можно сделать только с шестнадцатой недели. Раньше времени не хотел тебя оболновать. Боже. Костя. А что мы будем делать, если у нашего малыша будет эта болезнь? Всё-таки не волнуйся. Вероятность ничтожная. Всё будет хорошо. Да. Ты мне веришь? Конечно. Субтитры создал. Субтитры создал. Большинство детей с этим заболеванием умирают до 7 лет. Лишь 5% доживают до 20. Мамочка, я побежала. Куда это ты с утра пораньше? Опять без завтрака? Да мне еще нужно до работы успеть в поликлинику забежать. Зачем тебе в поликлинику? Ты же на днях была. Да ничего особенного. Просто узнать кое-что. Олеся. Олеся, постой. Так, что случилось? Я еще вчера поняла, что что-то не так. Вы с Константином поругались, что ли? Костиной мамой была редкая генетическая болезнь. Он боится, что она может передаться нашему малышу. Нужно сделать анализ сокола плодной жидкости. Подожди, ты уверена, что это не опасно? Что врач говорит? Это просто консультация. Я побежала. Не переживай, мам. К сожалению, в нашей поликлинике мы этот анализ сделать не сможем. Вам нужно обратиться в профильный центр. А это очень опасно? Нет. Берется околоплодная жидкость. Но я должна вас предупредить, что этот анализ делается только после 16-й недели. У вас какая? 17-я. Значит, волноваться не о чем. Ну что? Здесь этот анализ не делают. Сказали, что нужно обратиться в профильный центр. Значит, едем в Москву. Костя, я боюсь сделать этот анализ. Вдруг он небезопасен для малыша. Что ты такое говоришь? Абсолютно безопасен. Иначе бы я не просил тебя его сделать. Ну почему ты так настаиваешь? Может быть, еще все обойдется. Я настаиваю, потому что я хочу здорового ребенка. Этот тест очень важен. Я тебе уже объяснял, насколько это страшно, когда ребенок может умереть в любой момент. Ты понимаешь, что это такое? А ты откуда знаешь? Знаю, поверь. Я тебе уже говорил о болезни в моей семье. Хорошо, сделаем, как ты скажешь. Спасибо тебе. Люблю тебя. Ты так мало рассказываешь о себе, Константин Грачев. Да. И иногда мне кажется, что ты так далеко от меня. Особенно сейчас, да? Так далеко. А где мы будем жить в Москве, когда я буду анализы сдавать? Ну-ка, где? В самой лучшей гостинице. Почему в гостинице? У меня ремонт. Я же должен квартиру в порядок привести, перед тем, как вы с малышом ко мне переедете. Так лучше будет. Ну, хорошо. Лисенок, я хочу с тобой поговорить. Присядь на минутку. Я тут говорила с Ольгой Петровной. Она сказала, что у них такой случай был с этим анализом. Мама, Ольга Петровна уже сто лет на пенсии. Сейчас вообще все по-другому делается. Костя везет меня в самый современный центр. Дочь, ты все-таки подумай. А вдруг что-то не так? Все, разговор закончен. Мы едем в Москву. И ты меня не остановишь. Это Костя. Все, мамочка, я побежала. Не волнуйся. Поверить не могу, что ты наконец-то везешь меня в Москву. Жалко, у нас времени не будет погулять. Я бы тебе так все красоты показал бы. В следующий раз, значит. А этот медицинский центр, про который ты рассказываешь, он точно самый хороший? Он самый лучший. Там звезды и жены политиков рожают. Ух ты. Это, наверное, бешеных денег стоит. Ну, ты о деньгах не думай. Моя девочка достойна самого лучшего. Ты не переживай, все будет хорошо. Надеюсь. Аккуратнее здесь поднимайся. Давай, сейчас. Ой. Аккуратненько. Давай, заходи. Добрый день. Мы на анализ Калии Владимировне. Алисия Виноленко. Секундочку. Константин Валерьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Откуда она тебя знает? Ты здесь что, часто бываешь? Нет, ну, я здесь был, когда центр искал, где будем анализ делать. Ходил тут, расспрашивал. Вот меня и запомнили. Какой ты у меня ответственный. Триста пятый кабинет. Вас ждут. Спасибо. Пойдем. Вас ждут. Здравствуйте. Итак, сколько вам лет? Двадцать шесть. Срок беременности? Семнадцатая. Угу. А есть ли у вас какие-то хронические заболевания, аллергии, недавние травмы? Да вроде нет. Алла Владимировна. А этот анализ, он не очень опасен. А то мы боимся за нашего малыша. Процедура совершенно безболезненная. Длится не более пяти минут. Результаты будут готовы в течение двух недель. А я слышала, что вы не из Москвы, поэтому, если вы захотите, мы сможем выслать вам результаты анализов на почту. Ой, это было бы замечательно. Спасибо. Ну, тогда прошу. Вас я попрошу остаться. Проходите, Алиса. Не волнуйтесь. Мы сейчас с помощью ультразвука найдем подходящее место, чтобы не затронуть рот. Дышите. Молодец. Все хорошо. Ну, вот и все. Спасибо вам. Все так быстро прошло. У вас самые лучшие врачи. У вас очень хороший муж. Он о вас и так заботится. Он чудесный. Я думаю, мы и рожать будем у вас же. Очень на это надеемся. Аккуратненько. Аккуратненько. Уходи. За ступеньки. Тихо. Ну, вот видишь, а ты боялась. Ты был прав. Все так легко и быстро прошло. Ну, что, в гостинице? Знаешь, я что подумал. А что нам здесь торчать две недели? Результаты все равно нам пришло праведу. Так, может, мы сегодня домой поедем? Нотелю Сергеевну сюрприз сделаем? Давай. Хорошо. Кость, это результаты анализов пришли. Я так волнуюсь. Давай, открывай скорее. Анализ на болезнь Швахмана Даймонда. Отрицательный. Наш малыш абсолютно здоров. Ой, они еще группу крови нашего малыша установили. Не помню, чтобы мы это просили. Ну, это, наверное, на всякий случай. Что пишешь ты? Третье. Отрицательное. Давай отметим. Такое счастливое событие. Да, прекрасное событие. Ты знаешь, мне бежать надо. Встреча с клиентами совсем забыл. Ты же вернешься после этой встречи. Да, конечно. Увидимся. Ленка, смотри. Мой мне вчера предложение сделал. Счастливая ты, Олька. А я опять Ивану Ивановичу вчера принесла булочки. И он меня позвал на кофе. Ну, верной дорогой идете, товарищи. Привет, Олеся. Привет. А я замуж ухожу. Поздравляю. И все? Ты бы хоть какое-то подобие радости на лице изобразила. Поздравляю. Так, подруга, Калич, что случилось? Да с Константином что-то странное. Давай, делись, подруга. Найдем решение. Со стороны виднее. Он пропал. Вчера получили результаты анализов. Малыш абсолютно здоров. Я так обрадовалась. А он как-то странно отреагировал. И... Потом убежал по каким-то делам. А вечером не позвонил. А сегодня абонент недоступен. Странно. Ну, подожди, может быть, что-то на работе случилось? Нет. У него даже когда какие-то проблемы, он всегда на связи. Так езжай в эту гостиницу его. Узнай, где он. Может, он просто там забухал. Я так и сделаю. Привет, Олеська. А ты чего такая взмыленная? Здравствуй, Зиночка. Можешь мне помочь? Чем? Номер нужен? Нет. Мне постояльца нужно одного вашего найти. Ну, говори, какого? Константин. Фамилия Грачев. Ему лет сорок. А, так съехал твой Константин. Как съехал? Куда? Легко и быстро. Час назад ключи сдал и уехал. Он не мог так поступить. Почему не мог? А куда же он поехал? Олеська, ну ты даешь. Я откуда-то знаю, куда он поехал. Привет. Привет. Тут твоя приходила, командировочного своего искала. Олеся? Да, я сказала, что он съехал. Нефиг ей с ним летится. Набрала, значит. Что не сделаешь, чтобы другу помочь? Я вообще-то вранья не люблю. Послушай, это, конечно, не мое дело, но за Олеську твою бороться надо. А ты, как страус, голову в песок закопал. Зин, это правда не твое дело. Вот тогда и разбирайтесь сами. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет. Привет. Олесь, что случилось? До вокзала подкинешь? Поехали. В каком номере живет этот? Ну, тип этот, московский. Так он же у нас больше не живет. Он уехал минут 30 назад. Ясно. А адрес его московский есть у тебя? Ты же паспорт фотографировал. Ты что, в Москву поедешь ему морду бить? Может, и поеду. Адрес дашь? Найдем. Только никому ни слова. Спасибо, Зин. Ты же знаешь, я могилу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, давай, Костя, миленький. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Доброе утро, доченька. Как спалось? Доброе. Хорошо. Мам, ну не могу я это есть. Ешь, ешь. Тебе витамины нужны. И ребенку тоже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, да. Хорошо. Да отлично я себя чувствую. Не нужно ничего заносить. Пока. И долго ты собираешься мучить себя? Срываться по каждому звонку? Это мог быть Костя. Нет, не мог. Если бы захотелось, за все эти месяцы нашел бы. Время позвонить. Может быть, у него что-то случилось? Мы же не знаем. А? Ну не мог он со мной так поступить. Должна быть какая-то причина. Доченька, ну перестань себя изводить из-за этого подлеца. Данька, вон какой хороший парень. На все готов родить тебя. Да не нужен мне Данька. Как ты не понимаешь? У вас колодки просто износились. Поэтому и скрипело при торможении. Мы их поменяли. Сейчас будет летать как-то вот. Хорошо. Спасибо. Вот. От души. Вы лучше к менеджеру подойдите. Я таких вопросов не решаю. Но вы же всю работу сделали. И лишних денег за нее не возьму. Ну, смотрите. Странный ты парень, Даня, а? Неужели тебе деньги не нужны? Нужны, Аркадий Петрович. Очень нужны. Но у вас за спиной я их брать не буду. Хорош ты парень, Даня. Да и мастер отличный. Как смотришь на то, чтобы стать у нас менеджером? Я? Да, ну вы. Я всех тех менеджерских штучек не знаю. А мы научим. А вот порядочности не научишь. Порядочность врожденная должна быть. Ну и потом. Денег побольше будет. Работа попрестижней. Да и девушка твоя довольна будет. Ну, что смотришь? Я согласен. Ну и отлично. Завтра выходишь? Да. И отпуска в ближайшее время не будет. Работы много будет. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я это случайно на форуме нашла. Какая-то девушка Люба пишет, что ее жених Кирилл заставил ее сдавать этот же проклятый анализ. А потом пропал. И сдавала она его в той же клинике, куда возил меня Костя. Офигеть. А самое странное, что этот Кирилл вел себя точно так же, как Костя. Даже выражения те же использовал. Ты думаешь, что Костя мог и с этой Лювой тоже? Ну, если я это не выясню, просто с ума сойду. А давай ей напишем. И что мы будем ей писать? Правду? Ну, вот она. Привет. Люба. Это Олеся. Я увидела твой комментарий и была в шоке, потому что со мной произошло то же самое. Меня бросил жених Костя, который очень похож на твоего Кирилла. Можешь мне позвонить. Так. Отправлено. Так. Прочитала. Пишет. Не поняла? Я поняла. Она не хочет разговаривать. И все мои надежды найти Костю – это глупость. Ну, это зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь. Ну, у твоей Любы нет телефона, но есть домашний адрес. Думаю. Я тебе приятного апреля. Можешь. Я тебе приятного апреля. Я тебе приятного апреля и приятного апреля. Музыка. Музыка. Парабах. Я доченька. Я доченька. Мам, я еду в Москву. Зачем? Что ты там будешь делать? Найду Константина и узнаю, почему он так поступил. Я так понимаю, отговаривать тебя бесполезно. И как ты собираешься его искать? Ты же о нем ничего не знаешь. Есть одна зацепка. Зацепка. Одна в чужом городе. И не просто в чужом городе, в Москве. Один бог только знает, что с тобой может случиться. Я взрослый человек, а могу сама о себе позаботиться. Даже если ты его найдешь, что в этом хорошего? Он бросил беременную девушку. Вот о чем с ней можно говорить? Я найду. О чем? Мам, я приняла решение. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Наталья Сергеевна, с машиной что-то случилось? Здравствуй, Даня. Да нет, тут дело в другом. Насчет Олеськи. Я даже не знаю, с чего начать. А что такое? Понимаешь, зациклилась она на этом Константине. Собирается в Москву ехать, искать его. Понятно. Что тебе понятно? Я не хочу, чтобы она его искала. Даня, может, ты поедешь с ней? Ну, как она там будет одна? Да я бы поехал. Но она же не согласится. Согласится? Согласится? Куда она денется? Да и у меня на сердце будет спокойнее, если я буду знать, что она с тобой. Наталья Сергеевна, у меня есть адрес этого Константина. Если она никак его забыть не может, может, я просто ей его дам. Они встретятся и поговорят. Даня, ты что, даже думать не смею об этом, слышишь? Он уже один раз бросил ее беременной. Не хочу, чтобы он опять ей сделал больно. Она не должна с ним встретиться. Слышишь? А зачем так-то вы ее отпускаете? Ну, поедет, поищет. Не найдет, вернется. А ты будешь все время рядом. И она поймет, кто ей по-настоящему нужен. Но я же вижу, она тебе не безразлична. Даня, за любовь бороться надо. Ну-ка, говори, поедешь или нет? Поеду. Не одну же отпускать, в самом деле. Спасибо тебе. Спасибо. Аркадий Петрович, извините, можно поговорить? Присаживайся, слушайте. Мне в Москву на время надо уехать. Здрасте, приехали. Я ведь тебе только что сказал, отпуска в ближайшее время не будет. Но это срочно. Мне человеку нужно помочь. Я, конечно, очень рад за этого человека. А мне что прикажешь делать? И потом, Даня, если ты уедешь, то повышение можешь забыть. И работа твоя вряд ли тебя будет дожидаться. Хорошо. Спасибо вам за все. Если вы кого-то возьмете на мое место, я в обиде не буду. Так, кто хоть этот человек? Олеся. Ясно. Ладно, через неделю отпуск тебе дам. Мне завтра ехать надо. Даня, ты в своем уме, а? Ты меня без ножа режешь. Через неделю. Все, разговор закончил? Тогда увольняйте. Не могу я ее одну отпустить. Я тебе сейчас дам номер телефона один. Это Николай Сергеевич, мой приятель. Я ему позвоню, предупрежу его. У него сеть автомастерских в Москве. Ты приедешь, позвони ему. Он поможет тебе устроиться. Аркадий Петрович, я даже не знаю, как вас благодарить. Считай, что ты поехал на повышение квалификации. Но я тебя жду обратно. Конечно, я вас не подведу. Иди уже, Ромео. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Наталья Сергеевна, только не волнуйтесь. С начальством во всем договорился. Уже еду к ней? Конечно. Обязательно сообщу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотри, как это. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Погнали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты послушай, не знаешь, от чего отказываешься. Слушай, малыш, у нас тут такое дело. День рождения, мы там празднуем. Давай-ка с нами. А? Остановитесь, или полицию позову. Да ты не нервничай, мы нормальные ребята. Ах, ах, ах! Ты вообще поняла, что сделала? Тебе конец. Эй, руки убрал. Слышь, ты кто? Вали отсюда. Даня, осторожно. Олесь, иди сюда. Да бокс не идем. Аккуратно. Полиция! Да тихо. Ну как ты, боец? Нормально. Спасибо. Подруга не психует от тебя? Больше то это. Это деньги. Зачем? Ну как зачем? Ведь никто не знает, как в Москве дела пойдут. А мне так будет спокойнее. Бери. Так много. Ты что, банк ограбила? Шутишь уже, хорошо. Нет, Толя, я не могу. Возьми. Да успокойся, мне их Серега дала. Ты все ему рассказала? Да, рассказала, извини. Но я ему доверяю. Между прочим, он сам предложил помочь. Так что бери и не парься. Ну. Ну что, поехали? Да все, идем. Пошли. Все, давай. Люблю. Спасибо. Спасибо. И береги ее, давай. Не учи ученого. Пока. Опять следила за мной? С чего ты взяла? Откуда ты тогда так внезапно выскочил? Ну, не следила. Хотела убедиться, что с тобой все в порядке. В этот раз я этому очень рада. Спасибо. Пожалуйста, можешь остановиться? Олесь, скажи честно, зачем ты в эту Москву собралась? Честно, я хочу найти отца своего ребенка. Я тебя люблю. Твой ребенок, мой ребенок. Банечка, ты очень хороший. Но я его люблю. И как ты планируешь его искать? Я нашла адрес девушки, у которой была похожая ситуация. Она даже анализы сдавала в той же клинике. Хочу с ней увидеться. Может быть, она что-то знает. Хорошо. Я помогу тебе найти твоего Константина. Ты что, в Москву со мной поедешь? Ну, а куда я денусь? Тебя же ни на минуту нельзя одно оставить. Сразу какая-нибудь история произойдет. Не смешно. А я и не смеюсь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА